Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и сегодня мы послушаем мнение людей о работе в сети интернет. Что они думают и как они об этом говорят? Как я вам могу обращаться? Анастасия, скажите мне, пожалуйста, вы верите в работу в сети интернет? Как вы к ней относитесь? Изучали, изучали? Я много читала о ней, много наслышала, но, так сказать, не совсем доверяю и никогда не вникала в этом, узнавала в этом, так, чисто друзей и знакомых узнавала, кто-то где-то зарабатывал, но я как-то не пробовала. Нет, не пробовать пробовать не буду. Не будете? Нет, не что. Это ваше ПК-восложное мнение. Я поняла. Спасибо вам огромное. Анастасия, помогла, пожалуйста. Здравствуйте, Елена. Елена, скажите, пожалуйста, верите ли вы в работу в интернете, в ее существование? Нет. А не скажите, почему? Ну, потому что пробовала мне все не то. Все не то, MLM в маркетинг не выходит, я пробовала. Спасибо большое за ответ. Здравствуйте, как я могу к вам обращаться? Дмитрий Юрьевич, меня зовут. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, верите ли вы в работу в сети интернет? Ну, лично мое мнение, я так скажу, что ни в какую работу в сети интернет, я не верю, никакой работы нету, в основном они лохотроны располагаются. Если, предположим, человек хочет хорошо в интернете заработать, то он должен сам хорошо поработать. То есть, предположим, купить аппаратуру, снимать хорошие ролики, быть ютубером там, или быть человеком интересным для общества, тогда можно в этом деле заработать, но это чисто работа не в интернете, это работа самого человека, который потом свою, так сказать, работу выставляет на всеобщее обозрение. Если людям это интересно, соответственно, он зарабатывает денежные средства. Есть какие-то там голосы, классы и так далее. Ну, ютуберы, там, и блогеры, они хорошо знают, о чем я говорю, там, но я не буду об этом. А если, предположим, там пишут за час какие-то миллионы, не верьте в это, люди, никто этих миллионов не видел никогда. Все это чистый развод, чистый лохотрон, как бы. Вы все взрослые люди там, а кто не взрослый, послушайте меня, что я вам говорю. Все это мы уже прошли, все вот эти вот, как они называются, биржи различные. То есть на стадии, так сказать, когда вы начинаете за бесплатные бонусы в это дело играть, вы выигрываете, вас как бы заманивают в эту игру. Те люди, которые этот материал располагают, они зарабатывают на вас. Они располагают этот материал не для того, чтобы вы зарабатывали, а для того, чтобы зарабатывали они. Поэтому примите и намотайте себе на улицу. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому не стоит искать бесплатных путей, учитывая, что у нас заработная плата в среднем 20 тысяч рублей. И никакие миллионы там никто в интернете не зарабатывает. А скажите, пожалуйста, сетевой маркетинг, построение структуры и бахания в интернете, это существует? Сетевой маркетинг, просто сейчас это понятие разделилось как бы на несколько направлений. Название осталось одно, сетевой маркетинг, да, предположим. А направлений есть два. Есть, так сказать, человек, который создает так называемый сетевой маркетинг, вернее, он называет свой сетевым маркетингом. Но это тот же самый лохотрон. Втягивать кого-то, что-то там где-то продавать, предлагать. А как вы знаете, минута рекламы на центральном телевидении там или еще где-то стоит огромных денег. А, предположим, сетевой маркетингом люди, которые занимаются это все, не платить налоги, предположим, там, не платить за рекламу, что какие-то дураки что-то таскали, продавали, что-то присылали. А вот настоящий сетевой маркетинг, я вам могу проще объяснить, что это такое на самом деле, что человек в своей квартире или в каком-то офисе, предположим, снимаемом в аренду, это самое, завозит определенный, например, какой-то товар там из стран ближнего зарубежья, например, из Китая, там, из Европы и занимается рассылкой этого товара через интернет. Вот это настоящий называется сетевой маркетинг. Он предлагает свой товар в одноклассниках, на других ресурсах, там, Инстаграм, еще где-то там рекламирует, размещает рекламу, платит за эту рекламу, платит налоги и через почту делает договоры с почтовым отделением, предлагает, рекламирует свой товар, люди в интернете выбирают этот товар, заказывают и получают. Ну и среди этих людей тоже есть там нечестные на руку, которые, предположим, рекламируют один товар, предлагая его по цене китайского дерьма, и потом китайское дерьмо и высылают этим людям. То есть это тоже есть часть, ну, мошеннических с кем, так сказать. А те, кто работают честно, можно просто отзывы посмотреть в интернете там или на ютубе, посмотреть отзывы об этой фирме и официальные адреса этих людей, то есть где вы можете обратиться по возврату своего товара. Если нету ни адресата, если нету ни склада, если человек не зарегистрирован в ЧПИП, то, скорее всего, вы нарваетесь на очередного мошенника. Ну, в принципе, такое мое мнение. После этого, соответственно, будете уже знать, прежде чем покупать какой-то товар или заказ. Ну, может быть, я немножко устарел, я немножко, как бы, где-то еще отстаю, может, что-то сейчас новое появилось. Спасибо вам огромное. Вот мы послушали три разных мнения, но все они приблизительно схожи. Слушайте и вы. А я могу сказать, а вы еще не верите в работу в интернете? Тогда мы идем к вам. Спасибо.